Мир всем! Привет-привет! Вот, приехал сегодня проверить, можно ли пользоваться хоть этой печкой русской, потому что переезжать надо, а ещё на улице холодно, вот, и как-то греться надо. Хоть на кухне можно, если это пожить в первое время, чтобы это пока холодно. Да, если тут ещё будет эта печка работать. Вот, ну не знаю, наверх лезть и боюсь, потому что, ну, 20 лет не топилось, как в этом состоянии провалиться этот. Вот, ну, что-то тут нужно какую-то будет раскладушечку что-то придумать, чтобы спать. Так, труба тут, труба у нас, вон она, надо лезть и открывать. Вот, как раз тут табородка стоит. Ладно, не свалиться с неё. Опа, есть за что взяться. Там, наверное, насыпалось уже всё. А, сейчас будет. О, ведра тоже есть куда заоучить, если что. О, это да. Ха-ха, надо чистить. А что тут лежит, не понятно? И давайте саму печень вот там заглянем. Тут, я так понимаю, что перекладывали как-то на так... Наслиają В эту вспышку можно включить. Смотри, кто там внутри. Печь какая-то низкая, да, ворит, и так. Солнечный полон, трепетя нету там. И там у меня тоже. Постояние, конечно, не очень. И даже не знаю, как там заделывать эти вещи-то. Кто специалисты, подскажите, что тут делать? Как действовать? Прости, нам тут я тоже смотрю, там смола, текла или что это. Любое это всё. Такое состояние не очень. На чердаке лазила труба, там вроде как более-менее состояние, но по ней тоже вот такие вот выделения по швам чёмные. Надо будет как затоплю, если посмотреть, не проходит ли там дым вообще. Ну что, давайте, надо выбрать, наверное, эту стражу заул отсюда почистить. И проверим, будет ли вообще какая тяга. Ну что, приступим. Мусора там много, даже вот какие-то носки оттуда достал, сейчас будем дальше. Ну вот, удалось мне немножко вычистить. Сразу нашел такую кочергу, но ей вычистить нереально. Вот. Потом нашел вот такую вот на погребе. Ей уже смог расчистить. Там в цепи я вот тоже вычистил. На ней была вот такая вот крышка. Заслонка, чтоб закрывать. Еле её поднял. Пришлось даже молоточком помочь. И вот такое вот тут шиво нашёл. Или что это было, короче. Кое-как отколырал, может часа пол. Полчаса точно, наверное, проколырался. Вот такие дела, блин. Ну. Сразу и думал, что тут нет заглушки чисто для того, чтобы это очистить. Я смотрю, отсюда залез, посвятил. Есть. Благо с собой фонарик взял. Ну что. Давайте, друзья, попробуем затопить печь. Как думаете? Пишите в комментариях. Получится у нас или не получится что-то. Меня, конечно, те кирпичи выпавшие волнуют. Вот. Привёз я тут с дома смыльничков пару в бумажку. Сейчас схожу за дровишками. Пойдёмте. Топорик я тут видел. Если что, дровишки можно порубать, если там крупные. Сейчас пройдём. Блин, далекова, конечно, дровник от дома. Можно к погребу будет, наверное, что-то пристроить, чтоб туда дровишки складывать, а не ходить зимой сюда. Тем более ещё неизвестно, может придётся разбирать эту поездку тоже. Вот. Там, я смотрю, пеленая яблоня распилена на дрова. Надо будет рубить. А вот тут вот такой дровник был. Вот. Даже немножко дров ещё есть. А, так, давайте наберём дровишек и пойдём попробуем затопить. Блин, я уже прям нервничаю, что будет. Так, мне главное так можно было топить. Ну, даже вам скажу, что в доме вроде бы на улице холодно-холодно, но как-то в доме, ну, чувствуется, ну, теплее. То есть есть дома, в которые заходишь, где не топилось, и чувствуется такой холодок по тебе идёт. А тут заходишь, и как-бы более-менее комфортно вроде бы. Такого вот. Нет такого, чтобы холодно было. Хотя дом настывший должен был быть более бетонная часть-то. Вот, блин, как тут достать ещё? Сейчас как нижний горшок вытащу. Что ещё? Так. И всё посыпется. Как это взять? Блин, ну я боюсь сильно топить сразу, поэтому возьму фару дровищек чисто вот, чтоб печка просохла, просушилась. Нам надо вот, и главное сейчас чтоб дым пошёл в трубу. Ну, или там где-то ещё забито сверху, может быть. А как туда забраться, я даже не знаю. Лесниц тут никаких нету. Ой, котик тут приходил посмотреть, что я делаю. Ну вот, растапливаю. Вроде бы дымок уходит. Вот сейчас надо будет разгорыться, заряжки подвинуть туда. Дальше. Всё-таки эти неровности очень плохо двигать, и так, понимаю, там какие-то плиты металлические лежат. Наверное, ещё. Вот, поэтому очень неудобно. Так. Первое, что я заметил, то где-то вот отсюда, наверное, идёт дымок. Чуть-чуть, но есть. То есть, непонятно, почему сюда. Наверное, всё-таки вот эта вот основная часть отсвоилась отсюда. И там, видите, тоже священо есть. Вот. Ну, туда вроде бы не видно, чтоб дым шёл. А вот тут вот сбоку чуть-чуть где-то выходит. Ну, это можно подмазать, чтоб туда я не шёл. Так. Ну, и надо лезть на сам чертак. Смотреть, что там. Вот дымочек идёт. Всяга хорошая. Так. Ну что, давайте на чердак. Блин, фонарик не взял. Где мой фонарик? Вот он. Ох. Ох. Тут, конечно, на чердаке много всего. Ой, разбирать будет. Капец просто. Завал. Ох. Эх. Дымок, дымок. Смотрим. Там он так подверх уже видно, что надо обмазывать. Ну, запах дыма есть какой-то, но пока что я не вижу. Может, это, конечно, сверху задаёт. Тут, вот. Верху, там, какой-то кирпичик разрушенный. Вот видите, как я говорю, там на эти подтяки. Что это такое? Непонятно. Или это чем-то таким замазывали, или что? Швы. Может, селиконом таким? Заливали. Тут ощущено. Ох. По-хорошему эту трубу всю надо обмазать. Так, дым, вроде, нигде не идёт. Но заштукатурить её надо. Ну всё, печка топится. Вот. Отлично дымок идёт. Раз хоть эту печь удалось дотопить, значит, можно уже подготавливаться к переезду. Вот. Первое, что надо делать будет, это, конечно же, подготовить сарай. Так можно было коз перевести. Сейчас пойду туда, посмотрю, что надо будет мне. Для того, чтобы разгородить тут. Блин, ну тут, конечно, ещё снега. Ох. Дверы большие. Может, даже одну дверь надо будет убрать, заложить тут часть. Вот такой плитонный сарай. Такие стены тут. Вот внутри. Что мне сюда надо? Мне надо будет сюда столбы. И... Столбы надо будут. Лопата там есть какая-то. Чтобы выкопать. Так, ну... Солома тут на чердаке тоже вроде есть. Ух. Это что, такая за фотка была? Прекольная. Хе-хе. Тут это надо будет выносить, эти столбы. Так. Ну для коз, да. Подождите. Есть ли и так проход? Блин, ну там реально можно отгородить, можете. Там просто стену нормальную сделать надо будет. Вот. Для коз этой, как бы, части хватит. А туда можно было бы еще кого-нибудь. Потому что тут есть вторая дверь. Там раньше свиней содержали. Давайте посмотрим, что тут. Для коз этой еще части-то будет много. Ну и тут еще такая. А, ну тут даже остинка разгорожена. Вот. Сколько ширина сейчас померую, родинки. Раз, два, три, четыре, пять метров ширина. Большое сара. Тут можно... Может еще каких-то венок заведу. Будут тут. Даже и много места. Если пару... Уже догорает. Тепленько. Радует, что ничего нигде не развалилось, не выпало. Это хорошо. Блин, я уже проголодался, надо ехать домой. Еще двадцать километров пилить на велосипеде. Вот. Так. Жалко, что с собой не подготовился и ничего не взял. Можно было тут какого-то сара пожарить, перекусить и ехать. Что-то я вот упустил этот... Уху. 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 Уху! Уху. Продолжение следует...